Белорусские фигуристы и лидеры команды завершали олимпийский сезон в Минске на открытом Кубке Беларуси. Параллельно будущие звезды выясняли сильнейших на открытом первенстве страны «Звездочка». Поддержать и поболеть за наших фигуристов мы, между прочим, пригласили лидера сборной Беларуси по конькобежному спорту, участника двух олимпийских игр Игната Головатюка. Я для тебя подготовила подиум, кстати. Ты, как никто, этого заслужил. Тебе не привыкать на подиуме быть? Ну, привыкать на белорусском подиуме. Так, на международном, конечно, еще пока опыта немного, только на юнерских. Я надеюсь, что у тебя все впереди. Ты, говорят, к нам с учебы приехал. Где ты учишься? В Академию управления при президенте. Какая у тебя специализация? На юриста. Управление с юристом. Заканчиваю сейчас дипломную, пишу. Ничего себе, как ты все успеваешь? Ну, с горем пополам. Тема диплома? Взаимодействие органов Министерства спорта, Национального олимпийского комитета, Республиканского центра. Все около спорта все равно? Да. Сколько листов страниц в дипломной? 67 где-то. Все сам? Ну, почти. Печатными? Да. Ну, конечно, соревноваться интереснее, но учеба для меня такое, как отвлечение, переключение своих мыслей на что-то другое. Я правильно понимаю, ты все равно осознаешь, что рано или поздно придется уйти из большого спорта и будешь работать юристом? Или это пока просто диплом? Не знаю точно, чем я буду заниматься, но интересно изучать нормативно какие-то правовые акты, связанные именно с тем, что мне интересно, взаимодействие также спорта, как оно регулируется вообще, какими нормативными правовыми актами и так далее. То есть, если что, к тебе надо обращаться? Не знаю, по всем ли вопросам, но по некоторым я думаю, что можно в плане спорта. Но мы тебя сегодня пригласили, кстати, в гости к фигуристам. Я думаю, что это знакомые тебе все ребята. Правда, прямо сейчас там юниоры соревнуются, но тем не менее. На Олимпиаде смотрел еще, как наши фигуристы соревнуются? Лично не смотрел, потому что у нас в эти дни были старты, тренировки, да. Но результаты наслышал. Здорово, что есть прогресс в фигурном КТ, они, конечно, очень рад. А вообще вот эта атмосфера на Олимпийских играх и много скандалов вокруг фигуристов с россиянками и так далее, это вообще до вас доходило как-то? Или вы абстрагировались и там в своей Олимпийской деревне сидели в вакууме? Доходило, конечно, из социальных сетей. Читали про русских девчонок то, что, ну, обидно, конечно, было. Особенно обидно, когда давление такое оказывается на спортсменку саму. То есть, и интересно было смотреть, как она это все выдержит. Если мы про Камилу Валиеву, она мимо пьедестала, потому что она все-таки не выдержала этого. Да, ну, все равно достойно, я бы сказал. Ну, что такое четвертое место, что значит шаги от пьедестала, ты по себе знаешь. Твое шестое место на тысячи на Олимпиаде считает, ну, это вот 15 сотых? 15 сотых секунды, да, это примерно около 60-70 сантиметров, я бы сказал. Как это вообще ощутить? Вот что такое 15 сотых вообще? Как это в движении ощутить? Это немного, это и немало, я бы сказал, в спринте. По меркам обычного человека, который не связан вообще с кинкобежным спортом, это, вот я объясняю, это, ну, метр. Но в этом метре очень большие труды и старания, то есть нужно воспринять это как работа над ошибками, я бы сказал. Где-то чего-то не хватило, мы с тренером уже проанализировали. Меня радует то, что я уже так близко подобрался, в принципе, и Богу благодарен тренерам и остальным, членам нашей команды. Верю, что дальше будет только лучше. Отлично. Ну что, пойдем поболеем за наших фигуристов и заодно вспомним еще, конечно же, Олимпийские игры. Ну как тебе? Ну, прикольно. Пока была выключена камера, если ты признался, что мог бы сделать тулуп. Ну, попробовать хотя бы, да. Если поставить на кинкобежные коньки, то это будет тяжелее, конечно, но если бы кто-нибудь показал мне технику, то, может быть, и получилось бы. Никто не предлагал заняться в стуке фигурным катанием, потому что я знаю, что мальчиков ищут. Не предлагали, я как-то сразу в кинкобежный пришел, и мой первый тренер власти Димана Казакевича. То есть даже не было таких мыслей, как-то у меня сразу получилось, и все. И я сам как бы так не особо хотел бы, наверное, заниматься фигурным. Я больше хоккей бы выбрал. Хорошо. Ну, давай вернемся к твоему виду спорта. Мы на льду. Вспомним опять, конечно же, Олимпиаду. Всего прошло-то почти два месяца. Кажется, уже вечность. Только все произошло. Ты был знаменосцем на церемонии открытия и даже на церемонии закрытия. Тут, конечно, нести флаг родной страны, естественно, гордость переполняет. Дали, как бы, такую честь, такую возможность. Ну, вообще, нас собирали за пять часов до самой церемонии открытия. Сначала долгий контроль. Нельзя было ни воду с собой, ничего абсолютного. Мы пошли в большой колонной прямо туда, в этот, как это называется, птичье гнездо. И там еще, наверное, час мы стояли. В ожидании очереди своей мы вышли. Буквально минуту это все мы прошли и сели на трибуны. Круто очень было сделано. Особенно удивили кольца, когда мы выходили прямо над тобой. Кольца олимпийские нависали. Ну, достаточно атмосферно было. Ты на Олимпиаде в Пекине на трех дистанциях выступал. 500 метров. Мы, конечно же, все были в предвкушении, в ожидании. Все-таки ты выиграл чемпионат мира в Нью-Йорске на этой дистанции. Понятно, что это твоя коронка, ты к этому готовился. И здесь такой, ну, холодный душ случился. Вообще, мы не можем себе такое представить, чтобы Игнат был 30-м. Но мы понимаем, почему ты перестал бороться, когда понял, что допустил такую осечку. Даже сейчас, как бы, немножко не понимая, почему так произошло, я сначала думал, что попал в колею, а потом просто увидел, что носок, лезвие в лед. Ничего не вернуть. Да, действительно, были бы хорошие очень результаты. Я думаю, что это около третьего-пятого места, потому что мы шли наравне с моим соперником, с поляком. Он стал четвертым. Чемпион Европы действующий. Когда мои коллеги брали у тебя интервью после, вот такого момента, кажется, нормальный другой человек бы, он просто растерялся бы, расстроился бы дико и не собрался бы вообще ни разу потом. Ты был доволен? Я рад своим проходящим кругом. Вот, еще у меня тысяча метров. Нужно сделать выводы и, как бы, идти дальше. У меня впереди была еще одна дистанция, еще один шанс, считается, на Олимпийских играх. И я попытался сразу же извлечь плюсы с этой дистанции, свой разгон и свою скорость проходящую. Был уверен, что на тысячи метров у меня все получится, потому что я, как бы, это сделал на 500 метров, но у меня был сбой. Петр доказал на тысячи. Шестое место. И мы уже вспоминали, всего лишь 15 сотых. Это почти ничего. Ну, тоже обидно. С другой стороны, для моего возраста это хорошо, я бы сказал. Только конькобижный спорт раскрывается спортсменам в 28-30 лет. Есть над чем работать. Главное, чтобы у меня осознание было больше над чем и как мне нужно работать. Мне нужно постоянно соревноваться с кем-то. Нужны соперники. Я знаю, что вводят какие-то альтернативные соревнования вместе со странами СНГ. Надеюсь, что хотя бы одни будут, потому что смысл всего спорта, в принципе, теряется. Я надеюсь, что скоро все нормализуется, что будет придерживаться Олимпийский комитет и все структуры, что спорт вне политики. Считал буквально вчера, что Международная ассоциация атлетов подписала, чтобы русские и белорусы, в принципе, не остраняли их от соревнований. И при чем тут спортсмены? У меня были даже приглашения в международную команду. Но в связи с вот этими событиями они просто им приказали, как бы я так сказал, приказали не брать русских и белорусов в свои команды частные. То есть вот настолько все. Клубная система, да. Команда в Голландии. Были действительно уже договоренности, чтобы я ехал туда ради результата, я бы сказал, ради спарринга. То есть тренироваться с сильнейшими, я бы сказал, в мире ребятами. Это дает x10 к быстроте результата. Ты, по-моему, если не ошибаюсь, много тренировался и с русскими ребятами? Да, в 2019 году я год протренировался с русской командой. Тоже много чего извлек. Спрогрессировал, главное, что. Какие-то знания в страну принес. Также делился тренировочными планами. И многое из этого действительно работает. Ну, сейчас посмотрим, как интересно даже. Может быть, какие-то будут совместные сборы с русскими командами. Я не знаю, как это сейчас будет. У нас сейчас отпуск. И хотелось бы просто абстрагироваться и переключиться вообще. Дала тебе защита диплома? В мае, наверное, в конце. Сейчас я хожу каждую неделю к преподавателю и исправляю ошибки какие-то по марке. Я бы даже сказал, что тяжелее, наверное, вот этим заниматься, чем заниматься спортом. В прошлом месяце, в марте, две сессии подряд закрыл за три недели. И вот это был настоящий такой тестовый режим, да. Желаю удачи. Пускай все получится с дипломом. Ну и надеюсь, ситуация разрешится, и ты будешь блистать на международных аренах и далее. Надеюсь. Спасибо. Юлия Викторовна, заключительный старт этого сезона для фигуристов. Мы сейчас находимся в дюшер по фигурному катанию. Какие вообще настроения сейчас у фигуристов в связи с последними событиями? Спортсмены и те, кто вернулись с Олимпиады, откатав такой целый международный сезон, они чувствуют себя весьма замотивированными. Учитывая все, что сейчас происходит в мире, конечно, это накладывает отпечаток на всех. Но ведь на сегодняшний день прямо каких-то категоричных решений в наш адрес не было принято, помимо отстранений с последних чемпионатов, уже заключительных. И мы, конечно, сейчас находимся в таком некотором ожидании. Непонятно, какие будут ближайшие соревнования международные для наших спортсменов и будут ли они вообще. Вы сейчас ищете варианты так, чтобы не растеряли ребята свою форму и подготовились к будущему сезону? Да, конечно. Мы сотрудничаем с Российской Федерацией, ездили на совместную коллегию двух министерств наших государств России и Беларуси и разработали совместный календарь. Если у спортсменов не будет возможности принять участие в Кубках мира, соответственно, будет проводиться Кубок стран, Содружество, Кубок СНГ, либо какие-то другие соревнования, которые по времени, по календарю будут в такое же время проходить, как Международные Кубки мира. Так же, как и в пандемию, когда не было возможности выезжать, мы очень расширили календарь, он был очень наполненный, и проводили соревнования каждые выходные. Благо, наши площадки, особенно Минск-Арена, если говорить о конькобежном спорте, там, где проводились ведущие топовые мировые соревнования, позволяют создать эти условия соревновательные. Кстати, вам все были благодарны за то, что именно в период пандемии здесь же много иностранных спортсменов приезжало и тренировались, да? Да, потому что мы, пожалуй, были, наверное, одной из тех немногих стран, которая в пандемию не поотменяла, потому что тогда календарь Международного Союза Конькобежцев на 70% был сокращен. Мы проводили международные соревнования каждый месяц. Тут я хотела бы, конечно, поблагодарить наше Министерство спорта, Национальный Олимпийский комитет, Президентский спортивный клуб за ту поддержку, потому что, конечно, мы не сами их проводили, а проводили все вместе большой командой. По шорт-треку тоже будет совместный календарь, мы с ними обсудили, также к ним ездили в Коломну на чемпионат России по шорт-треку, чтобы мы тоже принимали участие в их соревнованиях, а не в наших, чтобы сделать по логистике это удобнее и дешевле. То есть не для того, чтобы нам было нужно ехать в Челябинск или в Красноярск, например, а поближе, чтобы мы могли принять участие в российских соревнованиях, а не приехать к нам. К нам всегда приезжают с удовольствием, ведь мы же всегда проводим на высоком уровне, это многолетний уже опыт такой традиционный, проведение и Кубков мира в Минске, и Чемпионатов Европы, и Мир юниорский по фигурному катанию у нас был. Поэтому провести уже международное соревнование, вот в пандемию, как вы сказали, мы каждые выходные проводили, поэтому проведем, да. Упаднического настроения не чувствуете среди спортсменов в связи с этой историей? Нет, вы знаете, не чувствуем, потому что я думаю, что их прежде всего очень закалила пандемия, ведь у них тоже не было возможности. Я думаю, что вот первый шок, наверное, тогда пришел у спортсменов, и они поняли, что могут быть закрыты границы, не всегда будет возможность принять участие в Чемпионате мира. Поэтому мы сейчас делаем все возможное, чтобы сохранить, максимально приблизить к тем условиям, которые у спортсменов были раньше. Мы очень довольны выступлениями наших фигуристов, принимая во внимание, что за последние 16 лет фигуристы от Белоруссии впервые участвовали в Олимпийских играх в двух видах, женское и мужское одиночное катание. Виктория выступила очень хорошо, 13-е место, Константин тоже опытный спортсмен, занял 20-е место. Конечно, хотелось бы лучше, но конкуренция была достаточно высокая, это все-таки Олимпийские игры. И все ребята, как рассказывал главный тренер Олег Кимович Васильев, были спокойны, собраны, морально устойчивы. Не было каких-то таких моментов, то есть команда была подготовлена профессионально, и все прошло хорошо. Поэтому мы довольны выступлениями на Олимпиаде. А вот это тренировочная арена. Олег Кимович стоит, наблюдает за своим подопечным. Здрасте. Рада видеть, как дела, как настроение. Не видела вас после Олимпиады еще? Ну, столько событий уже произошло после этого. Мы заканчиваем этот сезон и готовимся к следующему. Очень много событий, которые заставляют нас делать какие-то нестандартные шаги, нестандартные решения принимать. Но пока все идет по плану. Как мы видим, здесь собраны все лучшие белорусские спортсмены на финале Кубка РБ. Поэтому пока все идет хорошо. Если произойдет негативные события, которые могут быть, и мы останемся с Россией наедине, то да, мы готовим ряд соревнований, которые будем проводить совместно. Новые турниры, старые турниры улучшенные, с каким-то хорошим призовым фондом, чтобы спортсмены были мотивированы, чтобы спортсмены знали, для чего они ежедневно тренируются и преодолевают себя в этой сложной, непростой работе. Ну, у нас будет такое глобальное подведение итогов 6 мая, где будет собрано и конькобежный спорт, и шорт-трек, и фигурное катание. Это будет на Чижовко-арене. Будем проводить там прыжковый турнир, который пока еще не включен в никакие общепринятые международные соревнования. Но мы будем его опробовать, и будут показательные выступления. Будут представлены конькобежцы на льду, шорт-трек на льду. Будет много награждений, будет много интересного. Так что мы ждем любителей фигурного катания вот на этом мероприятии 6 мая. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова